Друзья, всем привет! И вы снова на канале Кукин Бранч. Сегодня мы приготовим очень вкусные маринованные баклажаны с овощами. Всем привет, дорогие мои зрители! Как всегда, рада видеть вас на своем канале. Сегодня мы будем готовить очень вкусное блюдо из баклажанов, маринованные баклажаны с овощами. Сразу сохраняйте этот рецепт, потому что будете готовить еще не раз для своих и близких. Блюдо это заходит на ура! Поэтому мы берем 600 граммов баклажанов. У меня 3 штучки среднего размера. Перцы нам нужны будут у меня, желтый и красный, чтобы было еще и красиво очень. 1 средний лук, 2 небольшие моркови и 3 зубчика чеснока, тоже средние. В первую очередь нужно будет нарезать баклажаны. Отрезаем плодоножку. Теперь разрезаем баклажан, у меня он небольшой, на 3 части. Если баклажан длинный, можно на 4. И теперь нарежем брусочками пополам и на 3 части, каждую половинку. Нужны нам вот такие вот части. Нарезанные брусочки баклажанов я отправляю в миску. Миску я беру побольше, чтобы удобно было работать с ними. Не солю, ничего я с ними не делаю. И сверху поливаю примерно 2 столовые ложки растительного масла без запаха. Теперь их нужно хорошенечко вот так руками перемешать, чтобы каждый кусочек был у нас в масле, пропитался маслом. Ну, не так, чтобы пропитался, а сверху маслом у нас должно быть. И выкладываем на противень. Противень я уже заранее застелила пергаментной бумагой. И вот так аккуратненько распределяем. Оставляем половину для перцев. Перцы мы тоже будем запекать. Теперь перцы. Разрезаем пополам каждый перчик. Удаляем кладоножку вместе с сердцевиной и семечками. И точно так же красный перчик. Теперь нужно нарезать на крупные кубики. Нарезанные перцы мы также отправляем в миску. Поливаем растительным маслом тоже примерно 2 столовые ложки. Перемешиваем и выкладываем на пергамент. Духовку я уже заранее разогрела на 200 градусов. И отправляю овощи запекаться минут на 20-25. А пока овощи запекаются в духовке, мы натрем морковь. Морковь я буду натирать на корейской терке. Можете так же ее натереть на обычной. Вот такая красивая тоненькая соломка у меня получилась. И сейчас мы ее отправляем в миску. Теперь нужно нарезать репчатый лук. Разрежем пополам. И нарежем соломкой. И лук так же и отправляю в миску к морковке. Теперь нам нужно приготовить маринад. Для маринада возьмем кастрюльку. Насыпаем 2 столовые ложки сахара. 2 столовые ложки уксуса. У меня 9% 2 столовые ложки воды. И половина чайной ложки соли. Теперь включаем огонь. И помешивая доводим наш маринад до кипения. Маринад у меня уже закипел. Сразу же сюда добавляем 2 столовые ложки растительного рафинированного масла. Выключаем огонь. И убираем с печки. Овощи запекались в духовке у меня 25 минут. И за это время они подрумянились. Стали мягкие и полностью готовы, чтобы их отправить в маринад. Сейчас я их перемешаю немножечко и отправлю в миску. И баклажаны, и перчик сразу выкладываем. Овощи замечательно подпеклись. Вот какие они у нас красивые. С таким бочком румяным. Сразу же заливаем горячим маринадом. И через чесночный пресс выдавливаем чеснок. Вы не представляете, как это ароматно уже пахнет. Вкуснотища необыкновенная сейчас получится у меня. Я беру чесночок примерно из расчета на 1 баклажан. 1 зубочек чесночка. Но если вы любите больше или меньше, регулируйте по своему вкусу. Овощи я солить не буду, так как я посолила маринад. Там уже присутствует соль. Но если также вам мало, можете подсолить еще. Теперь эту всю красоту и вкусноту размешиваем. Овощи у меня еще горячие, поэтому я их оставляю до полного остывания в этой миске. Потом их нужно будет переложить в более удобный контейнер пластиковый. Или стеклянный, какой у вас есть. И отправить в холодильник мариноваться. Я обычно делаю закуску эту с вечера, а утром мы уже ее кушаем. Овощи у меня промариновались 3 часа. И теперь я их буду пробовать. Перчик накалываем, баклажанчик, чтобы и морковочка, и лучок. И сразу все пробуем. Очень вкусно, очень сочно. Овощи такие слегка хрустящие. Они целенькие, не развалились у нас. Пропитались маринадом. Маринад остренький, кисло-сладенький. Чесночок еще придает особую тонкую нотку нашему блюду. Очень вкусно. Очень вкусная закуска. Такую закуску можно хранить в холодильнике. Ну, я думаю, дней 5 точно. Но вряд ли она у вас задержится 5 дней. У нас она улетает за день. А так, если гости пришли, вы сразу картошечку отварили, котлетку поджарили, закусочку застали. И вот вы уже прекрасная хозяйка, мама и жена. И если вам понравился мой рецепт, предлагаю подписаться с колокольчиком, чтобы не пропускать много интересных рецептов. Поставить мне лайк, поделиться с друзьями. А я с вами прощаюсь до новых вкусных рецептов. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok